Начать бы я хотела со своего любимого сервиса, который называется Удоба. Это бесплатный конструктор различного интерактивного контента. Наверняка он вам знаком или вы о нем слышали, а может быть вы зарегистрированы и активно пользуетесь. Но вот на сегодняшний момент, на мой взгляд, это один из самых главных отечественных инструментов для создания различного интерактивного контента. Здесь можно создавать практически все, более 50 форматов разных интерактивных работ, скажем так. Здесь есть и ленты времени, и интерактивное видео, и виртуальные туры, и различные игры, викторины, тренажеры. Перечислять тут можно практически бесконечно. 50 шаблонов в общих, в общем, ну и где-то одна треть из них – это игры, викторины и различные игровые тренажеры, все, что с ними связано. Вот давайте на них поближе посмотрим. Сервис абсолютно бесплатный, здесь нет ограничений по количеству создаваемых работ. В общем, никаких ограничений нет, поэтому вперед. Итак, ну я так условно поделила все вот эти вот игровые викторины, и упражнения, и тренажеры на… Ну, к сожалению, если не видно презентацию, то я вам уже ничем помочь не могу. Я ее развернула на экран. Вот максимум все, что я сделала. Да, отлично, все видно. Итак, ну давайте посмотрим, собственно, на викторины. Что здесь предлагает нам удобно? Ну, во-первых, здесь вообще есть очень простые варианты из одного вопроса состоящие. Эти все вот такие вопросики можно вставлять, допустим, на своем сайте или в блоге, если вы в электронном формате создаете какой-то контент, то это очень удобно прямо вот вклинивать эти вопросики, маленькие викторинки, прямо вот в свой урок, допустим, если вы его создаете на странице. Я остановлюсь на тех, которые больше, чем из одного вопроса, с вашего разрешения. Итак, здесь есть опросы с одним вариантом ответа, классическая викторина. Есть так называемые резюме. Это что такое? Это когда нам предлагается несколько утверждений, надо из них выбрать правильное. Немножко неверный перевод английского шаблона, там это называется summary, но смысл тот же самый, утверждение выбираем. Это две очень простых викторины, они вообще без картинок, первая из них со звуком. Они тоже не особо интересные, но они могут пригодиться, опять-таки, если вы создаете какую-то веб-страницу, и туда можно вот неожиданно эту викторину внутрь вставить. Можно создавать разные психологические тесты, так называемые личностные опросы, это из серии там какой-то котик и так далее, но это уже такое более развлекательное. И я вот хотела бы поговорить вот об этом шаблоне, который позволяет создавать викторины с семью разными типами вопросов внутри. То есть у нас на слуху обычно что? С выбором одного ответа, с выбором нескольких, ну и открытый вопрос. Вот здесь предлагается в одну викторину включать сразу семь вопросов разных типов. Давайте смотреть. Как вообще устроено удобно? Если вы ни разу с ней не сталкивались, выбирайте шаблон. Для начала шаблон называется набор вопросов или по-английски question set. Выбираем из списка этот шаблон, открывается вот такой конструктор. На первых порах немножко будет странно в нем разбираться, но со временем, когда уже привыкаешь, уже не обращаешь внимания, и работа продвигается достаточно быстро. Как здесь все происходит? Мы выбираем вопрос, создаем вопрос. Вот список вопросов у нас отображается слева. Справа у нас конструктор каждого вопроса. Щелкаем по вопросу, открывается наш конструктор. В конструкторе мы сразу можем выбрать разные типы вопросов. К сожалению, они на русский не переведены, как мы видим. Если сложно, через Google Переводчик легко все переводится. Я вам сейчас расскажу, что есть здесь что. Итак, multiple choice – это выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенных. Track and Drop – тащи и бросай, по-русски говоря. Это когда нам нужно соотнести, например, картинку и подпись к ней. Таким образом. Дальше идет серия игр, вопросов с буквами и словами. Вставь пропуски, отметь слова, перенеси текст, перенеси слова. Дальше. Вопрос «Правда или ложь?» Ну и есть открытый вопрос, который здесь называется «Эссе». Там мы можем потребовать от наших участников, чтобы они написали уже какое-то развернутое высказывание. Выбираем тип вопроса. Как только мы его выкрыли, открывается конструктор. Вот самый простой, например, у меня сейчас открыт, это вопрос «Правда или ложь?». Очень просто все делается. Записываем вопрос, отмечаем правильный ответ. Вот здесь закрытая у меня серая такая вкладочка – это вкладка «Медиа». К большинству вопросов здесь можно добавлять изображение со своего компьютера. Открываем вкладку «Медиа» и загружаем компьютер картинки. Есть настройки поведения. К каждому вопросу вы можете написать обратную связь. Если вы создаете учебную какую-то викторину, это полезно бывает. Там можно, допустим, какую-то расшифровку дать по этому вопросу, дополнительную информацию или просто дать обратную связь для участника. Давайте еще посмотрим несколько конструкторов. Вот, например, самый распространенный конструктор. Найди ответ один или несколько правильных. Сейчас я вам ссылочку отправлю, чтобы вы не скучали. Можно по ссылке походить. Это моя такая учебная работа. Там я шесть разных типов вопросов вставила, кроме эссе. Все там присутствуют. Вы можете посмотреть, как это на практике выглядит. А потом я еще в конце немножко прокомментирую. Итак, ну вот, пожалуйста, multiple choice. В раздел «Медиа» мы загружаем картинки. Сюда вписываем вопрос. Варианты ответов обязательно отмечаем, кто из них верный. Ну и даем подсказки и обратную связь. Подсказка показывается до того, как участник ответил. Обратная связь показывается уже после того, как он ответил. За каждый вопрос здесь идет подсчет баллов. И в конце, после окончания викторины на последнем экране будет показан счет, сколько участник набрал вопросов. Сколько было правильных, сколько неправильных. Сервис в основном адаптирован, конечно, для учителей. Поэтому здесь все достаточно строго. Здесь все подсчитывается, баллы учитываются. Ну и библиотекари тоже с успехом его используют. Дальше. Ну вот это вопрос, который я называла drag and drop. Тащи и бросай. Здесь, наверное, смысл понятия. Нам нужно выяснить, как называется это животное. Для этого мышкой мы переносим нужный вариант вот в картинку, скажем так, внутрь картинки. Границы, куда нужно кидать правильный ответ, здесь обозначены. Конструктор немножко иначе выглядит. Он состоит из нескольких вкладок. В первой вкладке я не стала ее скриншотить. Она очень простая. Там просто загружаем картинки и придумываем вот эти кнопочки. В качестве кнопок у меня текст, но вообще можно даже картинки. Правда, не знаю, как это, соотнести картинку с картинкой. Но такая опция есть. Итак, это мы делаем на первом этапе. Загружаем картинку, обозначаем границы, куда нужно бросать правильный ответ. Ну и, собственно, придумываем варианты. А дальше мы заходим в настройки, в опцию надпись. Проверяем, чтобы у нас было правильное название нашей викторины, все, что мы хотим узнать. Ну и вот здесь самое главное. Отмечаем правильный ответ. Это была выдра на картинке, поэтому мы галочку поставим вот здесь. Дальше, чтобы было виднее эту самую выдру, мы можем сделать немножко полупрозрачный фон. Выставить, например, не 100, а 20, и она будет такая немножко, граница более видна. Ну и, наконец, в подсказке обратная связь у всех викторин, здесь это присутствует настройка. Дополняем и разбираем. Вот так получается такой интересный вопрос. Дальше вопросы, о которых я говорила со словами, ставками. Это для учителя русского языка и литературы хорошо заходит, ну и даже и в обычной практике, причем библиотекарям не использовать. Вот смотрите, пожалуйста, вверху у меня викторина «Напиши слово, вставь слово». «Fill in the blanks» – это викторина «Отметь слова». Здесь нужно просто мышкой щелкнуть по словам и отметить те, которые соответствуют заданию. Дальше, ну а здесь опять-таки тащить и бросать. Здесь берем из списка и вставляем в пропущенные буковки, в пропущенные места. Эти, несмотря на что они все разные, они все строятся примерно по одному конструктору. Поэтому сделала я один скриншот для всех. Ну давайте смотреть. Вот, например, обязательно медиа, для красоты можно загрузить, придумывать задание. А дальше мы вставляем в поле, которое здесь называется «Текстовый блок», мы вставляем наш текст какой-то и то слово, которое нужно отметить, заполнить пропуск или которое нужно куда-то вставлять. С двух сторон отмечаем просто звездочками. Можно таких блоков неограниченное количество вставлять. Вы можете вообще сразу целый текст сюда вставить. И пусть там участники отмечают по вашему заданию все, что вы захотите. За каждое правильное отмеченное слово получается один балл. Вот. Ну вот этот же самый конструктор для отмечания слов. Здесь их у меня несколько. Вот я их отметила тоже звездочками. Описала задачу, придумала заголовок и все это сохранила. Ну и вот перетаскивание текста, расстановка героев по их произведениям. Такая же история. У меня в звездочках «Северный олень», «Песец» и «Белая сова». Вот. Сервис, естественно, все это перемешивает, выдает списком сбоку, и участники могут это все расставлять по местам и отмечать. Я вопрос увидела про социальную сеть, и сейчас я закончу про удобную, расскажу, как ее вставлять в разные социальные сети и на сайты тоже. Давайте пойдем дальше. Игры со словами. Тоже здесь большое количество разных игр. Вот все, что я называла в предыдущем слайде, оно присутствует не только как часть векторины, но и присутствует в качестве отдельных заданий. То есть они можно по отдельности делать. А не в одну векторину, все. А вот я хотела бы обратить внимание на шаблоны «Найди слова», он же «Филворд» и он же «Кроссворд». Про карточки я рассказывала, но у меня карточки относятся к вебинару, где будет про карточки. Поэтому в этот вебинар они у меня не вместились. Приходите на вебинар про флеш-карточки, я там расскажу. Сегодня только про игры векторины. Итак, давайте посмотрим на филворды и на кроссворды. Филворд вообще делается очень просто. Буквально там 3-4 минуты, и у вас готова вот такая конструкция. Сейчас я вам ссылочку кину, поразгадывайте пока. Вот, пожалуйста. У меня сегодня новогодняя тематика. Итак, что здесь нужно делать? Находить слова, которые могут так, по вертикали, по горизонтали, по диагонали, по-разному. Шиворот-навыворот тоже могут быть написаны. Как выполняется это задание? Кстати, здесь есть еще и таймер. Подключается, и можно, кто быстрее, поиграть в такую игру. Делается вот очень-очень просто. Нам нужна задача, нам нужен список слов через запятую с маленькой буквы, и нам нужен алфавит, то есть вот набор букв, из которого мы будем собирать этот филворд. Его вот сюда вставляем. Дальше мы можем тут еще разрешить повторную попытку, например, показывать решение, если хотите. В общем, необходимые настройки отмечаем в галочке, сохраняем, и все, готово. Пожалуйста, филворд готов. Кроссфорд делается немножко по-другому. Он посложнее будет. Во-первых, этот шаблон полностью на английском. Это немножко сложно. Но вообще отвлекусь немного, скажу, что удобно. Это калька английского сервиса, который называется H5P. Может быть, слышали о таком. H5P вообще платный сервис по большей части. Вот, шаблоны взяты оттуда, переведены на русский, но не все пока адаптированы. Вот, кроссворд, к сожалению, пока не адаптирован. Но я вам постараюсь помочь. Итак, ну вот так выглядит конструктор. Здесь у нас сетка. Прямо в сетку вписываем слова. Можно их вписывать и сюда, кстати, тоже. Задания. Здесь есть подсказки. Они обозначены вот такими кружочками. В качестве подсказки здесь может выступать текст или картинка. Ну, давайте смотреть. Или видео. Да. Здесь очень похоже на… Вот мы викторину делали, да, с разными типами. Есть такой макет филворд для английского. Есть. Но только вы сами его сделаете. Там макет всеобщий. Вместо русского алфавита вставьте английский алфавит. И все. И слова напишите по-английски, и будет у вас филворд английский. Если по-французски напишите, будете французский. В общем, здесь любые буквы подходят. Не только русский алфавит. Кроссворд создается, как и викторина. Вот у нас список слов. Они как карточки здесь отображаются с левой стороны. Клю и анса. Клю – это у нас вопрос. Анса – это ответ. То, что надо вписывать в сетку. Дальше. Экстра-клю. Это у нас подсказки. Тексты, картинки, аудио, видео. Аудио загружается с компьютера. Какой-нибудь аудиофайл можно. Но не больше 10 мегабайт. И видео подключаются из YouTube по ссылке. Ну, текст вы пишете сами, и картинку тоже с компьютера сами загружаете. Вот. У меня, допустим, картинка была подсказкой. Вот она у меня здесь на заднем плане в загруженном виде существует. Собственно, вот все, вопросы созданы, подсказки розданы, сохраняем. И новый вопрос добавляется синей кнопочкой. Там все надписи будут на английском, поэтому здесь нужно опуститься в настройки. И если вы хотите, чтобы все кнопочки показывали по-русски, то нужно перевести просто эти кнопки с английского на русский, стереть английский и написать русский. Дополнительно у кроссворда есть еще возможность создавать так называемое ключевое слово. Но если вы кроссворды разгадывали, то, наверное, знаете, что это такое. Из каких-то отдельных букв создается потом слово. Это тоже делается в настройках. В самом конце, когда вы все вопросы уже задали, вы можете просто написать ключевое слово. Сервис за вас найдет эти буквы и отметит их в кроссворде. Ну, вот в этом кроссворде, допустим, ключевого слова нет. А так, в общем, они будут таким вот кружочком обозначены, эти ключевые буковки. И в конце это слово внизу. Вы можете дать задание ученикам, разгадать кроссворд, собрать ключевое слово и прислать вам. Вот так можно. Ну и для читателей, естественно. Здесь тоже есть отсчет обратного времени, кстати. Это что касается кроссворда. Ну, наверное, самый большой тут набор различных интерактивностей касается картинок. Вот картинки здесь создатели сервиса очень любят. Здесь огромное количество разных игр с картинками. Перетаскивание, выбор изображения. Но это очень простые задания. С одним вопросом не так интересно. Вот я красненьким отметила то, на что хочу остановиться. Вот начнем с этого. Поиск областей на изображении и множество областей на изображении. Что-то такое сложное. Так называются шаблоны. Я просто переписала из конструктора, как они там названы. На самом деле все очень просто. Вот такая игрушка. Нам нужно здесь на этой картинке найти птицу, для которой был создан Кандалакшинский заповедник. Ссылка, пожалуйста, вот. Можете поискать эту птицу. Мы выбираем нужную картинку, щелкаем по ней мышкой и видим, правильно мы угадали или нет. Вот такое задание может быть. И может быть задание еще сложнее. Здесь уже правильных ответов будет несколько. Здесь точно так же щелкаем по картинкам, выбираем ответ на задание. Ну, а внизу нам подсказывают, что правильных ответов три. Допустим, вот я угадала только одну картинку. Вот это и называется поиск областей на изображении. Конструктор, я думаю, вы догадались, как будет выглядеть. Нам нужно будет загрузить картинку. Ну, я выбрала калаш. Так удобнее. Калаш можно в каком-нибудь сервисе до этого создать заранее. В том же PowerPoint, например, сделать и картинку сюда загрузить. Ну, а дальше начинаем колдовать. Ну, вот, например, если нужен правильный ответ только один. Что я делаю? Я мышкой отмечаю области. Ну, у меня вот шесть картинок. Здесь я их себе мышкой выделила вот таким образом. Каждой области я добавляю такую метку, где я пишу, что это правильный ответ. И здесь еще есть возможность дать небольшую обратную связь, какую-то дополнительную информацию. Не очень длинную. Здесь у меня вместилось только три предложения, но этого достаточно, чтобы какую-то еще справочную страничку дать сюда. То есть не только просто щелкаем мышкой, но еще получаем какую-то дополнительную информацию по этой теме. Та же самая история вот про памятники. Только здесь все то же самое. Отмечаем правильные и неправильные варианты. Кстати, выделять можно не только квадратиками, но и кружочками. Вдруг у вас объекты в виде овалов или кружочков. Ну, и обязательно нужно указать, сколько правильных ответов искать-то надо. Вот. Собственно, на этом все. Тоже достаточно просто, буквально несколько кликов это все создается. Главное найти картинку или ее создать. Ну, давайте немножко еще веселенького добавим. Вот игра про котиков. Это традиционная игра «Найди пару». Слева несем вправо, по-моему, так, если я ничего не путаю. В общем, вам нужно собрать пару здесь котика и его автора, кто его придумал. Ну, и в конце можно себя проверить, посмотреть, что в итоге получилось. Игра называется «Пары изображений». Делается она тоже буквально за 10 минут. Нам нужны картинки парные. Загружаем картинку через кнопочку «Плюс». Первую картинку в левом столбике. Вторая картинка то, что в правом столбике. Подписываем. Ну, вот у меня отрывок из стихотворения Чуковского здесь. Здесь у меня портрет писателя. Ну, и внизу я подписываю, что это Корней Чуковский. Все. Карточка создана, пара создана. Дальше добавляем новую. И так можно бесконечное количество пар этих создать. Сервис все перемешает. А игроки будут отвечать на вопросы и собирать эти пары. Тоже все достаточно несложно. И очень похожая игра, но теперь нужно расставить по порядку. Уже не пару создаем с картинками, а расставляем по порядку книжки, рассказывающие о Гарри Поттере. Сервис тоже все перемешал. Здесь еще проще все. Нам нужны обложки книг, допустим. Мы их загружаем в нужном порядке. Вот так, как они есть. Пронумерованным виде они вот так представлены. Мышкой можно, кстати, поменять. Если мы ошиблись в чем-то, их можно изменить. Нумерация тоже поменяется. Ну, а что остается нам? Картинку добавить и подписать, допустим, название этой книги. Дополнительно здесь можно вообще и аудиофайл еще прикрепить. Правда, я не придумала, как здесь можно аудиофайл задействовать. Но можно и такое сделать. С компьютера до 10 мегабайт можно загрузить. Тоже картинки можно в неограниченном количестве загружать. И там их расставлять по порядку. Здесь можно придумать игру. Расставь события книги по порядку. Расставь какие-то исторические события. Если для учителей. Ну, в общем, идей тут может возникнуть достаточно много. На сервисе удоба есть поиск. И вы можете, даже если вы пока ничего в нем не создали, можете найти себе подходящую векторину. Ее показывать у себя на мероприятии. Это открытый ресурс. Здесь все векторины доступны в открытом доступе, созданные другими авторами. Плюс под каждой векториной есть кнопочка «Переиспользовать». Если вы присмотритесь, то ее увидите. Это что значит? Это значит, что если у вас есть аккаунт в этом конструкторе, вы можете нажать эту кнопку, и вам эта векторина сохранится в вашем личном кабинете. И вы можете ее переделать под себя. Вот такая интересная опция. Ну, и последнее, о чем хотел сказать. Вот эта чудная игра, которая называется «Собери пары». «Найди пару изображений», если правильно говорить. Вообще, это традиционная игра на запоминание. Может, вы играли. Одновременно можно открыть только две карточки, и нам нужно собрать пару, то есть две одинаковых найти вот в этом вот наборе. Но это не так интересно. Здесь конструктор пошел дальше. Можно, конечно, и одинаковые грузить, но интереснее, когда эти карточки будут связаны с чем-то логичным. Например, белка и орех, мертвая царевна, допустим, и там яблочко. Вот в данном случае у меня так получилось. Ну, наверное, нам нужно грузить картинки. Конструктор очень простой, из одной странички состоящий. Добавляем карточку, загружаем изображение через кнопку «Добавить». Если у нас две карточки должны быть одинаковые по заданию, то есть у нас просто классика «Игра на запоминание», то загружаем только вот первую часть. Можно добавить звук. Такие детские карточки делают, знаете, про домашних животных. Загружают туда звуки. Коровка, лошадка, вот такое вот. Можно веселенькое придумать. Если вы хотите усложнить задание, и надо искать логику, то тогда нам нужно задействовать и вторую часть. Соответствующее изображение. Сюда мы грузим, например, ну, я не знаю, белочку. Сюда мы орех загрузили. Вот. И тоже можем аудио и туда-сюда добавить, если хотим. Все. Сохраняем. Новую карточку добавляем. И сервис все перемешивает. Дополнительно здесь можно настроить рубашку этих карточек, то есть оборотную сторону выбрать какой-то фасончик, загрузить свою картинку, в общем, с компьютера. Вот. И игра готова таким образом. Да, я с вами согласна. Лёня Непс чем-то напоминает. Да, это не полноценная замена Лёнина Апсу, но очень даже неплохая, надо сказать. Вот. Теперь сразу предвосхищаю ваши вопросы. Особенно учителя обычно любят задавать этот вопрос. Где статистика? Нам же нужно обязательно посчитать, запротоколировать, сколько учеников приняло участие, как ответило и вообще как это все считается. Да. Ну вот, смотрите. Да, сам принцип пересохранения точно, как в Лёнина Апси. Как посчитать учеников? Если вы хотите точно знать, какой ученик, чего ответил, и вот баллы, да, вот в разделе «Результаты», но здесь только авторизированные пользователи, то есть те, кто зарегистрирован в сервисе. Если вы хотите ученикам давать такие задачи, то им нужно зарегистрироваться в удобе. Они могут там ничего не создавать, но им нужно быть зарегистрированы. И тогда, после того, как они пройдут в викторию, вы в личном кабинете открываете вкладку «Результаты» и смотрите, какого числа, во сколько ученик ответил на вопросы, сколько баллов он набрал, вот это максимально, а вот сколько он получил. И таким образом можно это все отслеживать, выставлять оценки, в общем, метод формирующего оценивания. Библиотекарям это не так важно, но для библиотекарей есть вкладочка, которая называется «Отчеты». Статистика, аналитика, сколько просмотрела, сколько было сессий, даже можно посмотреть гости там, или авторизированные были, сколько минут они посидели на вашей страничке и тому подобное. Такая статистика по просмотрам здесь есть, очень подробная. Так что здесь очень хорошо все отслеживается. Да, сервис интересный, возможности у него больше, чем у Ленина Эпуса, хотя бы потому, что здесь шаблонов больше, и здесь можно сделать очень многое. Просто загляните, посмотрите примеры работ, там в самом сервисе с левой стороны есть примеры работ, можно сориентироваться, посмотреть, как и что, и потом начинать работать. Интересный вариант. Теперь, что касается встраивания. Я уже предвосхитила, сказала, что можно встраивать и на сайты, и в блоги, и в социальные сети. Делается это очень просто. Но в социальной сети это проще всего. Берете ссылку, как я сейчас сделала. После того, как мы любую работу вот так вот сделали, мы ее открываем для предварительного просмотра и просто копируем из строки браузера вверху, вот там где-то наверху, берем ссылочку. Это и будет ссылка для социальных сетей. Все. Мы ее вставляем в социальную сеть. У нас отображается на окошке предварительного просмотра какая-то картинка из вашей викторины. Кстати, в каждой викторине можно загружать обложку. Я не сказала, но есть такая опция. Поэтому, если вы планируете в социальных сетях делиться, обязательно загружать обложку, чтобы в социальной сети на предварительном просмотре была эта обложка. Будет внизу название викторины. Пользователь будет щелкать по этой ссылке, переходить на сайт удоба и работать с этой викториной. Вот так это в социальных сетях. Без разницы. Одноклассники, ВКонтакте, любая социальная сеть. И в мессенджерах будет примерно то же самое. Что касается сайта и блога. Вы любую ссылочку сейчас если откроете, там кроме кнопочки пересохранить, еще кнопочка есть, по-моему, вставить. Она называется. Это кнопка для получения кода. Открывается код, вы его копируете, вставляете на сайт и в блоге у себя. Прямо внутрь страницы, в любое место страницы. Это будет как встроенный код. Это называется eFrame. Он адаптируется под вашу страничку, под ваш сайт. Даже если у вас там узкая колонка, широкая, без разницы, он встанет вот конкретно очень хорошо. Здесь не нужно ничего в пикселях мерить и вручную устанавливать. Он встраивается, подстраивается в любом формате. И поэтому он лучше всего смотрится как раз на сайтах и блогах. Вот так вот вы посмотрите, да, что-то как-то не очень красиво. Где-то красивые картинки, где-то все мелькает и крутится. Но, к сожалению, этот сервис больше функциональный, чем красивый. Но для сайта и блога он вообще просто незаменимый. Очень хорошо смотрится и работает. Для детского сада, конечно, можно использовать. Тут ваши идеи. Я вам даю в руки инструмент, что называется. А вы уже фантазируете, как вы можете это использовать. Может быть, у других подсмотрите пользователей. Есть поиск, опять-таки, повторюсь. Вы можете набрать там детский сад, какое-нибудь ключевое слово, в общем. И посмотреть, что сделали другие пользователи по вашему запросу. Можете тему целую туда забить и посмотреть по вашей тематике. Вот, например, я искала для Нового года что-то. Просто Новый год вписала в поиск. И мне выдали викторины, и кроссворды, и игры со словами, и все, что угодно, короче говоря. В общем, презентации там тоже можно делать.